Мы приглашаем еще одного мультиталантливейшего человека. Это и поэт, и чтец, и музыкант, и организатор собственных вечеров лютой поэзии. Все, что он доносит со сцены, это вымуштрованная армия солдат, бьющая точно в цель. Ну что ли, сейчас будет круто, потому что на сцену поднимается Кирилл Лютый! Всем добрый вечер! Очень рад видеть всех собравшихся, давно не выступала у Ивана. Очень рад приглашению. Сегодня у меня не совсем обычное выступление, оно в двух частях. Первая часть сольная, во второй мне поможет мой друг, давно будет не совсем патическим. Итак, Владимир Маяковский, хорошее отношение к лошадям, ведь любовь, она не только между людьми. Били копыта, пели будто грипп, грипп, гроб, груб, ветром опито, льдом, а будто улица скользила. Лошадь на грудь грохнулась, и сразу же, зазимака и зимака, штаны, пришедшие к кузнецким, клешень, сгрудились. Смех зазвенел и зазвякал, лошадь упала, упала лошадь, смеялся кузнецкий. И лишь один я, голос свой не вешал в бой ему, подошел и вижу глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему, подошел и вижу. За каплящей капляща по морде катится, прячется в шерсти. И какая-то общая звериная тоска-плеща вылилась из меня и расплылась в шерсти. Лошадь! Не надо! Послушайте, лошадь! Что же вы думаете? Вы сих плоше! Деточка, все мы немного лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая не нуждалась в няньке. Может, и мыслей моя сама, казалось, пошла. Да только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла, хвостом помахивая. Рыжий ребенок пришла довольная, встала в стоило. И все ей казалось, она же ребенок. И стоило жить, и работать стоило. И, пожалуй, сегодня не стану пользоваться правом на два слова истабоеванной лексики, но воспользуюсь правом прочесть одно произведение из гаджета, так как я его не готовил. Но дело в том, что сегодня еще одна замечательная дата. Это последнее воскресенье ноября. И сегодня День Матери. Я всех очень прошу. Никто из нас не знает, какой нам отмерен век, как долго мы еще сможем быть рядом с любимыми, родными людьми. Поэтому, пожалуйста, берегите друг друга, цените каждый миг, когда вы можете быть вместе. Любите своих родных, любите маму и берегите. Это очень важно. Это не совсем обычное стихотворение. Его автор Волгоградский бард Александр Паршиков. Он же Бронемир. Предыстория и стихотворение такая. От автора недословно накануне крепко выпил, на следующий день сгоряча наговорил матери резких слов. Позже одумался, написал песню, исполнил матери, был прощен. Через год мамы не стало. А еще через четыре года эта композиция вошла в альбом Бронемира, песни для мамы. Никогда. Тяжек путь по стеклам босым. Лютый мир кипит, ты в стремя. Сзади мудных выродков орда. Тварь на тваре, мразь на мрази. Деньги на крови и грязи. Только мать тебе не предаст никогда. К солнцу путь тернист. Опасен. Коли тьма тебе подобных многим стоит честь и благодать. Наглядишься, харь полюгавых, вспомнишь, лезть друзей лукавых. Только мать тебе не станет продавать. Вьюга воет, ветер лает, а создатель наблюдает. Славная сварилась баланда. И кузнец нелегких судеб бьет тебя о наковальню. Только мать тебя не бросит. Никогда. Время, пёс, зловещий, чёрный, Будет рвать тебя на части. Дух терзать. Да коль придёт страда, Всё пройдёт, растает дымки. Лето смоют эпалеты. Только мать тебя не предаст никогда. И финальный номер поэтической программы Стихотворение, пожалуй, о том, Что любовь из себя представляет В её каноническом смысле, Думаю, для большинства из здесь присутствующих. Стихотворение эпохи Серебряного века Баллада о прокуренном вагоне Как больно, милая, Как странно Сроднясь в земле, Сплетясь ветвями, Как больно, милая, Как странно Раздваиваться под пилой, Не зарастёт на сердце рана, Прольётся чистыми слезами, Не зарастёт на сердце рана, Прольётся Жгучую с пологи. Пока жива, С тобой я буду, Душа и плоть нераздвоимы. Пока жива, С тобой я буду, Любовь и смерть Всегда вдвоём. Ты понесёшь с собой повсюду, Ты понесёшь с собой, Любимый, Ты понесёшь с собой повсюду Родную землю, Милый дом. А если мне укрыться нечем От жалости неумолимой, А если мне укрыться нечем От холода и темноты, За расставанием будет встреча, Не забывай меня, Любимый, За расставанием будет встреча, Вернёмся оба, Я и ты. А если я безвестно кану, Короткий свет, Луча дневного, А если я безвестно кану, За звёздный пояс, В млечный дым, Я за тебя молиться стану, Чтоб не забыл пути земного, Я за тебя молиться стану, Чтоб ты вернулся не вреди. Трясясь в прокуренном вагоне, Он стал бездомным и смирённым. Трясясь в прокуренном вагоне, Он полуплакал, Полуспал, Когда состав на скользком склоне Вдруг изогнулся страшным креном, Когда состав на скользком склоне А трельс колёса оторвал. Нечеловеческая сила В одной давильне всех калеча, Нечеловеческая сила Живое сбросила с земли И никого не защитила Вдали обещанную встречу, И никого не защитила Рука, забущая вдали. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. С любимыми не расставайтесь. Всей кровью прорастайте в них. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на век. И дабы продолжить выступление, я хочу пригласить своего друга, коллегу по сцене, незаменимую половину нашего дуэта, Федора. Федя, я приглашаю тебя, мы исполним несколько лирических композиций на тему вечера.